Девушка, вы преступно, красивый, так члены жюри могли сказать каждой из участниц конкурса мисс исправительная колония 11. Но к делу подошли без шуток, все-таки в этом исправительном учреждении робу на вечерней платье меняют впервые. В течение месяца семь женщин-осужденных готовились к дефиле и конкурсам, репетировали и придумывали творческие номера, учились держать осанку, ходить на высоких каблуках, позировать. Организаторы больших фэшн-конкурсов находят здесь свои плюсы. Это конкурс пресеты, который очень ценен своей прямотой. Каждая девочка в своем творческом номере оголяет себя, оголяет свою душу, поэтому всегда это задевает за живое, иногда даже вызывает слезы. Мне очень нравится присутствовать и организовать, потому что такой ответ на реакции в качестве благодарности я редко получаю даже на самых больших конкурсах. Три этапа – визитная карточка, творческий конкурс и дефиле в вечерних нарядах. По итогам испытаний звания мисс ИК-11 завоевала осужденная Татьяна Иштуганова. Корону победительницы вручала мисс Барнаул-2015. Во-первых, заряд позитива, конечно, очень настроение прям такое бодрит. И, наверное, чувствуешь себя женщиной все равно, даже несмотря на то, что мы здесь сидим, как бы ты все равно красива, женщина, любима, как бы придает сил. У правозащитников часто возникают вопросы к содержанию заключенных. Медленно и со скрипом, но российские тюрьмы, видимо, начинают меняться. Благодаря этим заключенным мы теперь знаем, что в некоторых колониях можно демонстрировать и красоту, и изящество, и таланты. И даже танцевать можно сидя. А вы почему сидя танцует? Я вам танцует и танцует! Андрей Дриер. День с толком. Спасибо. Спасибо. Спасибо.